Немножко о своей поездке в Россию. Мы не собирались ехать в Украину, мы как бы не скучали по стране, по самой. Многие пытаются в первый же отпуск поехать обратно в Украину или в Россию, в ту страну, откуда они, увидеть родственников и так далее. Мы как бы скучали и скучаем очень сильно по родным, по родственникам, по друзьям. Но по самой стране у нас не было такой тяги и желания взять и поехать в Украину, например, на 2-3 недели, использовать весь наш отпуск чисто на поездку туда. Как бы проблема самая большая здесь, в Канаде, поехать на родину, скажем так, это, наверное, две проблемы. То есть это очень дорого для многих семьей полететь, слетать в Украину на 3 недели. Если купить как минимум билеты, это где-то по полторы тысячи, наверное, долларов билет. То есть это одна большая проблема, да, как бы это сразу тысяч семь долларов нужно отдать. Но, слава богу, как бы у нас в этом проблемы нету, но проблема у нас в отпуске. Так как мы вдвоем работаем с мужем, очень большая проблема, как бы и нет никакого желания потратить три недели отпуска, да, все как бы дни, что у нас есть. Здесь нету такого, что ты можешь там поболеть недельку, или ты можешь потратить весь свой отпуск, а потом еще там пойти на пару дней погулять и так далее. Здесь есть четко три недели, причем не три недели, а даже 15 дней. То есть ты либо у тебя есть эти 15 дней отпуска, либо нету. То есть у нас не было желания, скажем так, и цели полететь на три недели. Вот как бы на меньше нет особо смысла, да, на две недели лететь в Украину, как бы увидеть всех родных и друзей. А на три недели использовать весь свой отпуск не было у нас желания. Но опять-таки у меня три недели отпуска, это только сейчас. У меня было до... еще год назад у меня было всего две недели отпуска. То есть, короче говоря, мы в Украину вообще не собирались, и так как у нас у детей заканчиваются паспорта вот совсем скоро, то мы и этим летом тоже не собирались ехать в Украину, хотя это уже почти три года прошло, как мы пройдет, да, летом, как мы уже в Канаде. Вот, ну вот так получилось. Я вот слетала в Россию на неделю, и как бы, естественно, это была совершенно незапланированная поездка. У меня не было никаких даже мыслей, да, лететь туда, и как оно будет, и так далее, никаких планов. И получилось, и как бы хочется рассказать о своих каких-то впечатлениях от страны. Опять-таки, пробыв там неделю, я не... у меня не было ни желания, ни возможности где-то там гулять особо, или там с кем-то там какие-то вот там встречи и так далее. То есть это была чисто поездка к родным, не по очень хорошему поводу, поэтому как бы было не до каких-то наблюдений и так далее. Но хочется о каких-то моментах рассказать, потому что меня всегда, например, интересовало впечатление людей, которые пожили здесь год или два или три или пять или десять, и которые слетали обратно в свою как бы страну, да, на свою родину. Поэтому интересовали вот их впечатления, как оно. Итак, скажу сразу, что я очень оканадилась, тем более мы, опять-таки, мы же живем в Нью-Брансвике, в провинции, в которой самые-самые добрые люди. Вот даже, может быть, на Принц-Эдвард-Айленде тоже люди такие добрые, но даже вот в Новой Скоши уже не такие доброжелательные, да, канадцы. Я про Квебек вообще молчу и про Онтарио и так далее. То есть я очень сильно привыкла, и мы живем в небольшом городке. Короче говоря, я оканадилась в плане того, что я очень сильно привыкла ко всем очень добрым, доброжелательным, к людям, которые помогут и так далее. То есть здесь, если у людей просишь помощи, ну, буквально даже спросить, куда пройти, здесь человек, даже не зная, куда пройти, он откроет у себя в телефоне Google, найдет карту и проведет тебя, да, грубо говоря. Либо если он знает, он тебя проведет. Вот, то есть тут люди настолько доброжелательные, что мне кажется, если там у них что-то сказать, ой, мне нужно на автобус, у меня нет денег, то люди дадут деньги. И вот в автобусе, да, можно ехать, например, и сказать, ой, типа, у меня нет кэша, и тебя провезут бесплатно. То есть здесь очень-очень доброжелательные. И как бы если надо позвонить, тебе дадут позвонить, дадут телефон. И я вот к этому ко всему очень привыкла, к этим всем постоянно улыбающимся людям, да, вот как бы, мне кажется, я когда-то рассказывала даже, что в первый, наверное, год это очень непривычно, когда все вокруг улыбаются, причем это дежурная улыбка очень часто. Вот, но я к этому привыкла, очень привыкла к этим всем, хорошего дня, пожалуйста, спасибо и так далее. И уже вот даже когда я летела, получается, перелет во Фредике, я в аэропорту, все, конечно, такие доброжелательные, даже попросили меня выгрузить. У меня была маленькая сумочка, рюкзак, с которым я хожу в спортзал, короче, и там было накидано все мое барахло, и я взяла такой кремик для лица, и они спросили, есть у вас что-то типа жидкость, я говорю, ну вот 50 миллилитров крем, покажите. То есть, несмотря на это, они все это улыбающе сделали, короче, не было неприятного осадка. Но когда уже, допустим, Торонто, Германия была пересадка, уже в Торонто такие офицеры построже. В Германии вообще был жестячок, они такие очень строгие в Германии, так проверяли паспорта и так далее. Я очень боялась, когда летела туда, что меня где-то остановят. Вот, и когда я прилетела в Москву, первое впечатление от мальчика, который, наверное, только закончил какой-то таможенный колледж, и который очень большого мнения о себе, который прям грубо-грубо документы на стол, да, таким вот не здрасте, не до свидания, как бы отвечал, а я стою, у меня столько паспортов, этих документов, не знаю какие, он мне три раза, документы на стол. То есть, он не спасибо, не пожалуйста, при том, что я... А подскажите, пожалуйста, какие документы вам надо? Он, у него четко документы на стол, и все. И, короче говоря, когда я вышла в Москве, и мне нужно было найти каким-то образом позвонить или найти каким-то образом Wi-Fi. Wi-Fi в Москве нету, в аэропорту, если у тебя нету номера телефона. Короче говоря, я там тыкалась, мыкалась, просила о помощи. Короче, конечно, люди настолько не готовы помогать абсолютно. Короче говоря, то есть первое впечатление от Москвы, я помню, я, наверное, час провела в аэропорту, я звонила подружке и плакала, я говорю, тут такие все злые, такие все угрюмые, мне аж так грустно-грустно и обидно. Ну, короче говоря, ну, конечно, еще из-за того, что и летела, да, и все это, короче, эмоции перешкваливали, но, конечно, мне кажется, очень сильно разнится народ там и народ здесь. Здесь все улыбаются, а там мне, если честно, получается, я из Москвы летела в Казань. И с Казани я ехала в Волжск, с Волжска потом в Вешкаралу. И вот в Вешкаралу несколько раз выходила вот на улицу, да, там как бы видела людей. Люди все грустные, все такие неприветственные, да. Вот заходишь, например, в аптеку несколько раз, я заходила, не здрасте, ну, как бы они, да, там, что вам надо, спрашивают. Но когда вот говоришь, девушка, подскажите, пожалуйста, и все это с улыбкой, они так уже смотрят на тебя удивленно. А потом, когда ты все еще купил и говоришь, хорошего вам дня, спасибо большое, что там все дали, то люди некоторые просто в шоке и думают, наверное, какая-то больничка тут пришла. Вроде и по-русски говорит, а такие слова, которые обычно, наверное, не привыкли люди слышать. Вот, но у меня эта привычка сохранилась, и мне было чисто интересно. Если я буду всем говорить, там, вот, хорошего, добрый день, хорошего дня, как ваши дела, да, вот тут спрашивают, how are you, иногда, когда приходишь. Вот, как будут люди реагировать. И, конечно, вот в аптеке уже несколько раз девочка одна и та же была, она мне уже сама под конец говорила, спасибо, хорошего и вам дня. Вот, многие люди, конечно, которые особо в магазинах, таких небольших магазинчиках работают, они более угрюмые, от них особо не дождешься какого-то приветствия. Вот, но, в общем, короче говоря, да, конечно, разнится вот эта ментальность и то, что люди там, ну, естественно, как бы здесь люди беззаботные, да, в основном живут, там очень много забот у всех, у всех свои проблемы. Ну, конечно, видно, во-первых, что люди там очень вот такие вот озабоченные своими проблемами и все такие не злые, но грустные. И видно, что, ну, как бы тяжело, да, живется многим, и люди в основном привыкли не видеть что-то хорошее. Очень сильно, вот я ездила несколько раз с таксистами и, ну, общалась, да, и просто даже, так даже моя мама приезжает, и мы идем куда-то в кафе, и какие-то проблемы, там, столик не тот или еще что-то. У нее просто привычка, вот у наших людей такая привычка, не искать что-то хорошее, да, или просто не реагировать на что-то плохое, а вот обсудить, вот как это плохо, как это нехорошо. Вот, и была я в поликлинике пару раз, тоже, конечно, там такой же хаос, как и был. И здесь хоть бы многие очень говорят о том, что очень плохая медицина, ля-ля-ля, там можно заплатить и так далее. Иногда, и вот у нас получилась такая ситуация, как бы в семье, что денег очень много, заплатить можно было бы кому угодно, но вот именно такого врача, который надо был, который бы выписал определенный препарат, просто надо было, вот, ну, как бы, ну, не было, хоть ты там тысячу долларов, да, кому-то предлагай, две тысячи и так далее, как бы, и как бы весь город, как бы все знакомые и т.д. и т.п., но вот не было возможности, как бы, купить, да, такого врача и купить возможность, чтобы он выписал этот определенный препарат. То есть пришлось пойти именно в поликлинику. Вот, и, конечно, здесь все как-то четко. Здесь все знают, куда идти, приходишь, ты берешь талончик и сидишь, ждешь. Нету такого хаоса. Там эти толпы постоянно, везде толпы людей на регистратуре, толпы возле каждого кабинета, несмотря на все эти талончики и так далее. Люди все бегают куда-то. Здесь такого хаоса в больницах нет. Здесь как-то все четко. Хоть ты и ждешь, ты можешь ждать 4-5 часов, да, как бы, но ты, как бы, люди, которые едут здесь в поликлинику, они понимают, что они будут ждать. И нету вот такой вот паники. Хотя вот плюс, конечно, здесь, несмотря на то, что купить, как бы, этого врача не было возможности, но, сделав пару звонков определенным людям, когда я пришла, меня уже встречала чуть ли не главврач, которой буквально два слова по телефону сказали, кто я, от кого я. И девочка сделала реально все, как надо, без вопросов, грубо говоря, без документов, но вот это можно, как бы, да, купить, скажем так. Ну, и при том девочка не взяла ни копейки за это. Я пыталась, как бы, она просто настолько молодец, и я говорю, ну, как бы, просто вам на кофе. Нет, она аж прям отпрыгнула, то есть, деньги никто не взял. Но по звонку определенных людей, как бы, решается все, и скорость, и обслуживание, и так далее. Вот, так что, вот такие вот дела с народом. Расскажу немножко о дорогах впечатления, да. Все думают, когда едешь в Канаду, все считают, что тут такие супер, вообще гладкие дороги. Здесь, на самом деле, трассы очень классные. Дороги, например, по городу, особенно сейчас, после зимы, вот в этой каше, иногда у нас то плюс 7, то минус 20, а дороги не очень по городу. Вот, и в России, в принципе, вот я е... В самом Волжске, это небольшой городок, там не очень хорошие дороги, но, допустим, трасса из Волжска в Йошкар-Алу, я не заметила какого-то такого ужаса, да. Ну, были, конечно, дырки, были ямы, но ужаса прям какого-то страшного не было. По Йошкар-Але, по городу тоже особо не было проблем каких-то больших передвижений. То есть, да, были в каких-то местах плохие дороги с ямами, но, в принципе, здесь бывают места с такими же плохими дорогами. В Москве, по Москве, конечно, дороги классные, из Москвы в аэропорт тоже дорога хорошая и трасса, но, мне кажется, это Москва. Что меня удивило, и как интересно сейчас все это работает в России, вот эти вот видеокамеры наблюдения везде, причем мы с таксистами несколько раз ездили, и ребята прям знают четко, где стоят камеры. И, допустим, если еще летом, они говорят, они ездили из одного места, вот с Волжска в Йошкар-Алу, час занимала дорога, то сейчас полтора часа из-за того, что ограничения по скорости, и стоят камеры. В Москве тоже прикольно. А, мало того, что стоят, напичкали кучу этих камер и реально штрафуют людей, так еще они какую-то сделали программу, что ты сам можешь поставить машину свою, да, купить какую-то там или лицензию, или я не знаю, что надо сделать. Короче говоря, тупо стоят машины с видеокамерами наверху, и они тоже, если там эти, получается, они фиксируют, не то что несоответствие, да, вот фиксируют там превышение скорости или еще что-то, и потом посылают эти данные, я так понимаю, в ГАИ, и ГАИ уже штрафуют людей. Короче говоря, в Москве тоже, в Москве реально мы ехали, получается, по навигатору, и там буквально каждые две минуты, имейте в виду, что здесь стоят камеры наблюдения, там не превышайте скорость, не сворачивайте в неправильном месте и так далее. Причем в Москве такие дороги, я не знаю, я бы за рулем не смогла ехать, там они, я бы вообще не понимала, куда ехать, если честно. Вот, и там, если не с того ряда повернул, или еще что-то, очень много стоит камер, и получает народ штраф, по-моему, там где-то 3000 рублей, ну, смотря какие нарушения, такие штрафы. Короче говоря, вот эта вот напичканность видеокамерами меня очень сильно поразила, причем, я не знаю, я в Канаде, я здесь видела пару мест с видеокамерами, но я ни разу даже не слышала, чтобы штрафовали вот с видеокамер, то есть я не знаю, зачем они стоят в некоторых местах, это очень, конечно, интересно, но я ни разу не слышала, не видела, чтобы здесь где-то были видеокамеры, чтобы так вот штрафовали. В России, в Москве это, конечно, работает четко, люди, наверное, просто такие бешеные деньги на этом зарабатывают, ну, короче, прикольно. Вот, а что еще мне понравилось в России, вот у них очень четко вот с этими маршрутками, да, с общественным транспортом, с общественным транспортом, я не знаю, я не ездила, но один раз мне пришлось поехать на маршрутке в другой город, и так четко, они прям, у них телефоны, у них по времени, там, туда ты едешь, ты столько платишь, обратно, если ты с ними же едешь, два раза дешевле, ну, короче, тоже прикольно придумали, вот, то есть очень-очень сильно развит общественный транспорт, вообще, мне кажется, без проблем куда-то добраться, но я, опять-таки, я не знаю, я в основном ездила либо на такси, либо на машине, поэтому говорить не буду. Очень мне понравилось, вот город Южкар-Алай, я там была, наверное, лет 10-15, сколько мне сейчас, наверное, лет уже 15 назад. Короче говоря, он был вообще непривлекательный город аж ничем, какой-то город постсоветского пространства, за последние лет 10 там такую красоту построили, там реально весь, не весь, а вот определенную часть города выстроили, там сделали прям чуть ли не похоже на Амстердам, амстердамский какой-то там, типа, домики, и церкви построили, и какие-то, короче, красоту там настроили, просто неимоверную. Очень это впечатлило и очень порадовало, да, то есть здесь, например, мне кажется, что здесь во Фредике у нас такую красоту построили, я не знаю, сколько должно пройти лет, а там реально вот взяли, вбухали много денег, я так поняла, это мэр этого города, когда он понимал, что он уже не будет мэром в следующем там каком-то периоде, то он пожелал себя так запечатлеть, чтобы все о нем думали хорошо, короче, потратил кучу общественных денег на эту красоту, но реально очень красиво, реально очень стал красивый, красивый, интересный город, то есть вот так вот сделали классно. Мне кажется, здесь в Канаде, я не знаю, только вот огромные города, которые в это вкладываются, а такие, как наши небольшие городки, они даже не думают делать какую-то красоту для людей, все только, что необходимо. Вот, ну, как бы здесь тут определенная своя красота, вон они мост этот пешеходный недавно ремонтировали, сделали, вот красоту открыли. Короче говоря, ну, как бы, естественно, насколько разница большая красоты, понятие о красоте здесь и понятие о красоте там. Конечно, эти городки, в которых мы живем, вернее, ну, вот, Фредик и другие города в Нью-Брансвике, в Новой Скоше, мне кажется, только Монреаль может чем-то сравниться вот с нашими российскими, да, красивыми большими городами, где очень много всяких красот. Ну, про Москву я молчу, как бы, у меня тоже не было особо ни времени, ни желания ездить и смотреть красоту. Я там уже несколько раз была и красоту смотрела. Естественно, очень красивый, ухоженный город. Тоже на каждом шагу, мало того, что эти камеры стоят, так еще и, по-моему, на каждом перекрестке, ну, не на каждом, но очень много этих гаишников. Конечно, я здесь в Канаде три года почти, да, два с половиной, почти гаишников и не видела, а там они везде, всегда на чеку, с кучей камер, это, конечно, круто. Притом, кстати, меня очень сильно впечатлило, в неприятную сторону, люди до сих пор ездят непристегнутые. Если и пристегиваются, то только передний водитель, да, то есть едешь рядом, на тебя смотрят, как на идиотку, если ты пристегиваешься, а если ты сзади, то таксист вообще в шоке, типа, вы чего пристегиваетесь, боитесь или что. Ну, короче говоря, люди не пристегиваются, ездят по этим дорогам, ну, наверное, они уже не нарушают, если столько видеокамер, и тогда, может быть, оно действительно безопасно. Вот. Так что вот такие вот впечатления небольшие о Канаде, о России. как бы не очень много наблюдений, но вот все, что увидела и все, что интересно, вроде как по мне было, все рассказала. Вот. Продолжение следует...